Друзья, всем привет! Вы на ютуб-канале Фабрака Новый Н. Мене зваты Юрий Бибик. Ми есть Георгий Кунацзе, дипломат, в минулому замминистра закордонных справ РФ. Георгий Фридрихович, здравствуйте! Рад вас видеть и рад приветствовать! Добрый вечер, Юрий! Спасибо, что нашли для нас время. Вы знаете, российские добровольцы из РДК заявили о продолжении специальной операции на территории РФ с использованием, как они сами утверждают, трофейной техники. Также сообщается о том, что вчера всю ночь через Старобельск, Луганск шла колонна российской техники. Якобы пишут о том, что якобы Путин решил укрепить Белгородскую, Брянскую, Курскую области. Можно ли сказать, что частично одна из задач этих добровольцев все же достигнута? То есть, оттянуть войска и перетащить их на границы? Да, я думаю, что судя по тому, что мы имеем на сегодня, думаю, что да, безусловно, вы правы. Видите, в чем дело, когда были первые вот такие вот мимолетные заходы на территорию России, тех же самых людей, которые называют себя добровольческим корпусом, как угодно. А вот тогда это выглядело несколько так, опереточно, что называется, если мне позволено так сказать. А вот сейчас мы были свидетелями нормальной, обычной и от этого не менее важной, скорее более важной операции специальной, сил специальных операций. Это важно. Важно еще и потому, что, понимаете, граница между Россией и Украиной свыше двух тысяч километров. И теперь вооруженные силы России должны будут какие-то реально боеспособные части оттянуть с направления главного удара, будущего удара украинской армии, оттянуть на защиту границ. И это, конечно же, очень серьезно изменяет обстановку в целом и обстановку применительно к контрнаступлению украинской армии. Так что я думаю, что именно в этом состояла цель. И здесь у меня еще такое вот соображение, понимаете, приходится время от времени читать и слышать прогноз, согласно которому российско-украинская граница в будущем, когда боевые действия закончатся, она будет напоминать границу между Южной и Северной и Южной Кореей. Но думаю, что те, кто говорят, вряд ли представляют, о чем они говорят. Потому что граница между двумя корейскими государствами ровно в 10 раз меньше. Нет, не в 10, а где-то в 5-6. И я был на этой границе. Надо понимать, что эта граница – это огромный укрепленный район с одной стороны и с другой стороны. Это самая высокая в мире сегодня концентрация артиллерийских стволов на условную единицу площади. То есть, иными словами, если действительно все пойдет так, как идет сейчас, как началось вступление добровольцев, российских добровольцев, украинских добровольцев, не знаю, неважно, на Белгородскую область. То есть, если все это будет тянуться так, то Россия будет вынуждена, я думаю, что не меньше трети своей боеспособной армии сосредоточить на границе. И это серьезно может повлиять на характер войны. А то, что война вряд ли закончится в скором времени, то, что она будет продолжена, по-моему, сомневаться, к сожалению, не приходится. Но это серьезное подспорье. И, кстати, более того, вот, собственно, пример Северной и Южной Кореи, разделенный вот этой вот демаркационной линией по 38-й параллели, он свидетельствует о том, что, в общем, как конфликт между Севером и Югом Кореи закончится только после того, как рухнет северокорейский режим. Точно так же и здесь можно говорить о том, что только полная победа одной из сторон, в данном случае, разумеется, Украины, может гарантировать прекращение, реальное прекращение боевых действий, может гарантировать от рецидивов такого агрессивного поведения. Ну и, конечно, единственное, о чем можно говорить применительно, если мы пытаемся проводить параллель между двумя Кореями, с одной стороны, и Россией, и Украиной, с другой, Украине нужны могучие союзники, которые будут в случае чего будут помогать ей, не потому, что они ей сочувствуют, а потому, что это будет и в договорном обязательстве. То есть речь идет, конечно же, о том, что до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО, или, как вариант, не заключит договор о гарантии безопасности с Соединенными Штатами, как имеется у Южной Кореи, до этих пор опасность войны будет, увы, существовать. Ну, с другой стороны, в общем, конечно, как переживет Россия потерю тех территорий, которые она непонятно почему считает теперь своими, это вопрос немаленький, это вопрос, который может сказаться на судьбе и нынешнего российского правительства, и тех, кто, правительство, которые придут ему на смену. Георгий Фридорович, а как вот вы считаете, вот может ли быть таким договором о безопасности предварительно перед вступлением Украины в НАТО, перед членством полноправным Украины в НАТО, то, что наработали господин Ермак и Андерс Фогг Расмусен. Я имею в виду двусторонние, в том числе, гарантии с Штатами, с лидерами Европейского Союза, странами, членами НАТО, Североатлантического Альянса, как защита перед вступлением Украины в НАТО. Это возможно? Это вообще будет работать? Я думаю, да. Я думаю, да, прежде всего, потому что эта мера, она не требует от договаривающихся сторон, в частности, в данном случае от Украины, не требует полного соответствия каким-то натовским, допустим, стандартам. Она также не требует полного единства взглядов и единодушия при голосовании вопросов о приеме Украины в НАТО, где могут быть, как вы понимаете, некоторые трудности в связи с такой двойственной позицией, той же Венгрии, Турции, например. Так что я думаю, что да, это, разумеется, возможно. Но для этого, для этого нужно, на это нужно решиться. И на это нужно решиться прежде всего тем странам, которые будут заключать такие двусторонние договоры с Украиной. Я понимаю, что вы не военный эксперт, но уж очень интересно ваше мнение в отношении двух событий. Первое – это нашумевшее резонансное интервью Евгения Пригожина с критикой Минобороны и даже, я там услышал, от администрации президента Российской Федерации. Первая история. А вторая касается того же Пригожина, как ни странно, и вывода его головорезов до первого числа, как он сказал. Сегодня, с 25-го до первого числа они выводят своих, значит, убийц. По-первыхому, что вы думаете по поводу интервью? То есть, ну, слушайте, мне кажется, это очень жестко было. Как думаете вы? Как до сих пор ему позволяют это говорить? Это было, конечно же, жестко. А вот и сейчас многие в России, ну и в первую очередь, конечно, в Москве, ждут каких-то последствий. Ну, допустим, отправят Пригожина, я не знаю, поднимать сельское хозяйство на Дальнем Востоке. Или он неожиданно заболеет и уйдет в мир иной. Или, наоборот, с ним ничего не случится. В зависимости от того, как и что будет, можно будет говорить о том, каков рейтинг господина Пригожина в российской политической элите. Там уже меряют рейтинги. Меряют рейтинги уже на втором месте. Вы понимаете, есть рейтинги, которые замеряют журналисты, газеты, телевидение. Вы можете замерить, я могу замерить. Но это все, в общем, либо недостоверно, просто потому, что существуют какие-то опасения. О том, что скажешь не то, а голову отвернула. А с другой стороны, в такой стране, как Россия, конечно же, ни о каких рейтингах официальных речи быть не может. Но, тем не менее, люди-то все понимают. Москва – город большой, но маленький. И в этом смысле разговоры и слухи, которые бродят по городу, а слухи, я вам скажу, не то чтобы панические, но отнюдь не победные. Так что я думаю, что этот вопрос сейчас уместен. У Пригожина есть куда отступить. Он здорово окопался в Африке и при необходимости всегда сможет туда убыть, как говорят военные, если ему позволят. Если ему позволят, это будет означать, что одно из двух. Либо Пригожин действует с согласия и одобрения господина Путина. Либо Пригожин настолько верит в то, что он силен, а господин Путин и его окружение слабы, то, в общем, ему за это ничего не будет. Но в любом, кстати, должен сказать, что вот я сегодня читал какую-то информацию. Как я понимаю, боевики ЧВК «Вагна», там практически некого выводить из зоны боевых действий, потому что потери их были чудовищные. И где теперь взять новых бойцов? Я думаю, Пригожину придется поломать голову. Слушайте, ну вот я слышал несколько версий. Первая, что из Пригожина лепят там Навальный номер два. Вторая, что это ожесточенная, значит, борьба за власть. Пригожин уже понимает свое место. За ним якобы стоит Ковальчук, который в том числе смотрит в будущее и рассматривает различные варианты на случай того, если не будет Путина, если не будет кого-то из его ближайшего окружения и так далее. Вы со скепсисом смотрите на эти сценарии? Ну, я не знаю, не имею информации ни для чего в данном случае. Но я, честно говоря, не думаю, что такой, в общем, осторожный и даже, я бы сказал, опасливый политик, как господин Путин вряд ли бы согласился на то, что рядом люди из его ближайшего окружения занимаются какими-то делами без его согласия. Так что здесь нет. Думаю, что Пригожин в данном случае рискует оказаться среди проигравших. Вот в этой схватке под ковром. Сегодня состоится очередное заседание группы «Рамштайн», уже 12-е. И в качестве анонса мы знаем, что будут рассматривать вопросы защиты украинского неба ПВО и, что интересно, F-16. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вопрос с самолетами уже окончательно решен? Насколько я понимаю, да, решен. Но решен именно в принципе. Потому что все-таки все же понимают, что F-16 – замечательный самолет, которому по его боевым качествам нет равных сегодня в мире. Хотя он не первый год летает. Но, тем не менее, вопросов его применения в Украине остается массой. Первый вопрос – хватит ли у Украины подготовленных пилотов, готовых, способных управлять таким самолетом? Ну и второе, собственно говоря, откуда возьмутся эти самолеты? Поскольку речь идет о том, что напрямую из США они поставляться не будут. А вот западные союзники США в Европе смогут эти самолеты передавать. Тем более, что они готовятся, как я понимаю, к замене этих самолетов самолетами с такими же функциями нового поколения. Вот для всего этого требуется время. Что касается противовоздушной обороны в целом, то, в общем, по-моему, Украина неплохо справляется сама сейчас с тем, что она имеет. Так что здесь вопрос о противовоздушной обороне, противоракетной обороне, на мой взгляд, не имеет такой же основополагающей остроты, как вопрос о появлении в украинском небе самолетов Ф-16. Я тут смотрю в прошлое и вспоминаю, как мы просили дживелины еще до полномасштабного вторжения. Потом уже после 24-го там Стингеры, Закройте небо, системы ПВО, Хаймарсы, Леопарды появились, Челленджеры, американские Абрамсы, что там еще? Стормшеду, ракеты 300 плюс километров, да, большой дальности. И все эти цели, когда о них начинали только рассуждать, они казались абсолютно недостижимы. Сейчас, как я понимаю, и о чем мы с вами говорили, вопрос о Ф-16 практически, возможно, в принципе решен. Что дальше? То есть, что после Ф-16? Я думаю, дальше просто победа Украины. Вот, собственно, и все. Самолеты Ф-16, точнее, господство в воздухе, это как раз то, чего не хватает украинским вооруженным силам для окончательной победы в войне. И здесь никаких сомнений быть не может. Так что нет, здесь некоторые проблемы, как я понимаю, существует, она состоит в том, что боевую технику в Украину поставляют разные страны, многие страны. И отсюда некоторые через полосицы. Леопарды, челленджеры, аврамсы. А вот здесь есть некоторая трудность, чисто логистическая. Но я думаю, что это преодолимо. А во всем остальном нет. В общем, больше никаких, я надеюсь, проблем уже не возникнет. Здесь важно, когда вот вы говорите, сначала Украина просила какие-то... Белинные уставки. Ну да, жевелины, те же самые, хаймарсы и прочее. А теперь и давали со скрипом. А теперь дают с гораздо большим энтузиазмом, чем еще полгода назад. Все дело в том, что Украина доказала свое право этим оружием обладать. Украина доказала свою способность сражаться с армией, которая считалась, в том числе и американцами, второй армией мира. Доказала свою способность эту армию обводить вокруг пальца и наносить ей поражение. Такой стране, которая, насколько я понимаю, в моем представлении, Украина сегодня обладает самой мощной армией в Европе. Армии более сильной, более многочисленной, более подготовленной, чем, допустим, армия Великобритании, не говоря уже о Германии. Так что вот в такой стране, такую страну есть смысл защищать, такую страну есть смысл поддерживать. И в итоге, такую страну есть смысл принимать блок НАТО. Именно потому, что это серьезно усилит и расширит возможности этой организации. Так что нет, я думаю, что это все, конечно, чрезвычайно логично. Что касается России, вот я как раз для своего выступления у вас приберег вот эту вот книгу «Как проиграть войну». Замечательная, очень умная книга, сборник серьезных научных исследований истории войн. А вот туда попала война, например, Наполеона против России. Война России, точнее СССР против Финляндии. В этой войне СССР формально одержал победу, но по сути дела потерпела тяжелейшее поражение. А война в Афганистане сюда не попала. Ну и, естественно, нынешняя не война, как мы знаем. Она тем более не попала. Но книга, тем не менее, чрезвычайно интересна. И вот я здесь выписал для себя. Книга называется «Как проиграть войну». И здесь перечисляются способы, как проиграть войну. Ну, первое. Постоянно изменяй цели войны. Второе. Веди войну методами прошлой войны. Третье. Считай, что амбиции лидера важнее военных соображений. Четвертое. Антагонизируй всех, кого можешь. И, наконец, пятое. «Верь, что храбрость бойцов компенсирует отсутствие нужного оружия и таланта полководца». Понимаете? Это потрясающе. Эта книга вышла в свет уже сколько? В 2009, по-моему, году. То есть люди, авторы, здесь коллектив авторов, люди, которые писали эту книгу, они, конечно же, да, у них был уже опыт грузинской компании, российской армии. Но там все было скоротично. И поэтому, в общем, трудно было делать какие-то выводы. А вот сейчас, я думаю, что в новом издании этой книги, я не сомневаюсь, не война России против Украины, сражающаяся в своей Великой Отечественной войне. Вот эта вот история станет, ну, наверное, едва ли не главной в этой книге при ее переиздании. Ну, вот так. Слушайте, да потрясающе. Вот тем более эти пять пунктов, в двух словах, вы бы шестой какой-то добавили, исходя из того, что происходит сегодня? Или пяти вполне достаточно, потому что они как раз подходят? Я думаю, что здесь на самом деле не хватает очень важного пункта относительно того, что веди тотальную массированную пропаганду на своем населении. Вот. И это, наверное, вот, собственно говоря, я даже и не помню, в какой войне такую роль играла пропаганда. Пропаганда, которая буквально заполняет все наше медиапространство, весь российский интернет. И пропаганда, не верящая, в которую люди рискуют оказаться за решеткой. Давайте мы назовем вещи своими именами. Вот это вот серьезная проблема для сегодняшней России. И это будет серьезной проблемой после того, как война закончится. Потому что очень многим людям придется делать вид, что их неправильно поняли. Кому-то из людей придется, из активных акторов этой пропаганды придется где-то прятаться. Реально прятаться. Я не знаю, где, кроме Африки, каких-то африканских стран, где власть находится, по сути дела, в руках у головорезов Пригожина. Я не знаю, где им найдется место. Китай не приютит? Думаю, что нет. Но зачем Китай? Собственно говоря, это головная боль. Китайцы в свое время, еще в старое время, приютили принца Народома Сианука, когда его свербли в Камбодже. Ну вот, да, это, пожалуй, единственный такой пример. А так, Китай – страна, которая заботится о своих интересах и мало обращает внимания на неудачников. А то, что Россия, нынешняя Россия, позиционирующая себя как сверхдержаву, она на самом деле, конечно, является одним из крупнейших неудачников, если не самым большим неудачником в современной политике. А вот, ну зачем китайцы с этим связываться? Не говоря уже о том, что элементная база китайской радиоэлектроники, она в основном западного происхождения. И если этих элементов китайцы будут лишены, в общем, китайский экономический бум рискует очень быстро закончиться. Так что нет, я не думаю. Я не думаю. Другое дело, что здесь для Китая вся эта заваруха, она интересна, как я понимаю, тем, что китайцы проецируют опыт этой не войны, а на свою ситуацию с Тайвань. И я думаю, что в этом смысле китайцы учатся на ошибках своих российских друзей и вряд ли когда-либо повторят эти ошибки применения в отношении Тайваня. Проще говоря, безопасность Тайваня заметно укрепилась, укрепляется и будет укрепляться, а в связи с течением боевых действий в Украине. Интересно. А в заключение я хотел обсудить следующее. Значит, как сообщается, министры обороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь. Контроль за ним, как известно, значит, остается за россиянами. Что, как пишут, Лукашенко очень не понравилось, потому что он хотел себя более статуснее чувствовать. Значит, хозяином в регионе там у меня есть кнопка ядерная и прочее, прочее. Ну, по крайней мере, так пишут, я не знаю. Но это ведь очевидно, то есть это было и так изначально априори понятно, что контроль за этим ядерным оружием остается за россиянами. Более того, какая здесь военная цель, вы ее видите, с учетом того, что, да господи, у них же где, в Калининграде есть ядерка, тоже тактическое ядерное оружие. Ну, что это менять, что вы просто перевезли его в Беларусь. С учетом тем более того, что сейчас уже мало кто верит, что это оружие вообще будет применено Путиным, потому что тут же последует ответ. Ну, в общем, к чему эти все игры, дешевые какие-то детские сады? Ну, так много специалистов на высоких должностях. Им же нужно каждый день чем-то заниматься. Господи, простите, пожалуйста. Я прошу прощения. Мы с вами пока обсуждаем эту тему. Вот сейчас буквально прилетела новость. Следующая новость. Российское ядерное оружие, размещенное в Беларуси, в полной безопасности. Никакие диверсанты не прорвутся. В том числе из Польши. Заявил Александр Лукашев. Буквально минуту назад. Это как... Ну, слава богу. Ну, слава богу. А то мы все беспокоились. Это правда. Ну, нет. Ну, это оперета, в общем. Александр Легорьевич, я надеюсь, доживет. Он обещал отравлять жизнь белорусам еще долго. Но я надеюсь, что он доживет до международного суда. Или, что было бы правильнее, до суда своей собственной страны. А ядерное оружие, ну, как его ввезли, так его и вывезут. В общем. Ничего это не меняет. А вы знакомы лично с Александром Лукашенко? Ну, я встречался с ним один раз, когда он приезжал в Сеул. А вот я до сих пор помню, он приезжал в Сеул с официальным визитом. Посольства в Беларуси и не было. И поэтому, в общем, посольство России ему обеспечивало некий прием. Вот. И на меня он произвел странное впечатление. Крайне неприятное. А вот мою жену, бедняжку, он просто напугал. Она потом долго говорила, что это какое-то чудовище. Понимаете? Это было давно. Это было давно. Тогда он был бодр. И, в общем, держал себя в узде, что называется. Старался избегать каких-то острых, резких заявлений, не говоря уже о том, чтобы что-то предпринимать. Но, тем не менее, он уже тогда производил впечатление совершенно чудовищное. А вот с тех пор он не помолодел, не поумнел. Так что, думаю, что, в общем, кавалергарда срок недолг. Можно в заключение такой вопрос? Может, он странный, наивный, детский какой-то. Но все же интересно. После этой войны, я уверен, это мое мнение, вы можете меня исправлять, точно с архитектурой безопасности будут разбираться. Изменится что-то? Я не знаю. Но я думаю, что общего работа в этом направлении будет продолжаться. Вернее, она начнется очень активной. А вот с точки зрения политики, будет ли какой-то контроль, очень жесткий контроль осуществлен с тем, чтобы человек, который приходит к власти, 4 года, 5 лет, 10 через срок один, чтобы это контролировалось международным сообществом, и не допустить, чтобы такие, как Лукашенко были, 20, сколько это, 30, 25, 28 лет, сколько он там уже в власти. Путин там практически 22, 23, сколько там у власти, непонятно. Да, казалось бы, все соблюдено, конституция, и прочее, и прочее. Хотя плевать они все хотели на это. Но все же, контроль будет, потому что власть, по сути, мы видим, к чему она приводит. Ну, если бы мы жили с вами в идеальном мире, я бы сказал, что да, наверное, в какой-то перспективе так и случится. Поскольку наш мир не идеален, я в этом очень сильно сомневаюсь. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Давайте мы не будем забывать о том, что в общем, в истории величайшей демократии мира, в истории Соединенных Штатов Америки, а только во времена Франклина Рузвельта была установлена норма. Два президентских срока, и на этом точка. А до этого никаких ограничений не было. Нет, к сожалению, это работа для самих народов. Это работа для тех, кто будет решать судьбу своей страны. Да, для граждан страны. И, конечно, это работа для международной общественности, для мировой политики. Поэтому я бы скорее говорил о другом. О том, что одним из итогов того, что еще пока не закончилось, и Бог знает, когда, честно говоря, закончится, но все-таки итог-то известен и понятен всем уже сейчас. Даже тем, кто говорит громко, что, в общем, мы их уничтожим. Там господин Недведев, господин Володин и прочее. А вот думаю, что главным итогом этой войны должна стать реформа организаций объединенных наций. Вот это вопрос, который имеет жизненно важный интерес для всех стран, в том числе и для России. Большое спасибо за интереснейшее интервью. Берегите себя, пожалуйста, и до скорой встречи. Постараюсь. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok